Смотрите, Игорь Александрович, на самом деле я тут принимал участие уже в не одном мероприятии оппозиции. Лейтмотивом звучит, и я бы должен констатировать позиции большинства, российской оппозиции, я имею в виду, за границей, в эмиграции, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя даже обсуждать тему силовой составляющей, ну или там военной оппозиции, режиму Путина. Мы должны строго держаться не насильственного сопротивления, пусть даже подпольной резистенции, но ни в коем случае не оружие, не акции диверсии, поджоги. Что же, ну знаете как, где насилие, где не насилие, ну поджигает военкомат, можно так или нет, еще об этом не дискуссия. А уж с оружием войти на территорию России, формировать отряды, призывать присоединяться к ним жителей самих российских регионов, не знаю, Белгородчины, да. Ну ни в коем случае никогда. Вообще это просто недопустимо. И вы знаете, пока, я бы сказал, баланс склоняется в сторону, ну больше в эту. При том, что уже появились люди, которые наоборот говорят, ну а как еще, мы все попробовали. Тем не менее, вы знаете, литмотив задают люди, которые говорят ни при каких обстоятельствах. У них, у кого-то есть аргументы следующего порядка, что это фейковые соединения, что РДК, что Легион Свободы России, что там неонацисты, что там люди, значит, не наших убеждений, что они не лучше Путина, что они придут, нам места нет в этом во всем. Мы, ну в основном, это среда такая либеральная, по большей части леволиберальная. Вот. Ну это такие взгляды, и для леволиберальной среды действительно принцип ненасилия один из определяющих. Ну, другое дело, что, как я много раз говорил, это в свое время было сказано, о том, что очень глупо подставлять второй щек, когда тебе нахрен сносят голову. Вот. Поэтому, честно говоря, не очень понятно, так сказать, какие методы сопротивления. Вот вы упомянули сегодняшнюю акцию, 4-й веке, но она же абсолютно мирная, гражданская акция, уже люди берут. То есть, это даже без плакатов просто так берут, то есть, превентивно. На лавочках берут, да. Сидели, просто сидели. Просто сидели. Ну, то есть, тогда вообще непонятно, полный тупик, потому что люди, которые к этому призывают, я не называю фамилии, мы их все знаем, там есть очень, значит, шумные, громкие люди, отстаивающие эту позицию, ее даже навязывающих, запрещающих даже обсуждать. Не то, что там принять ее за данность, вот, ну, как вы ее спокойно, трезво, так рационально обсуждаете. Это же тоже плод ваших размышлений, каких-то там переживаний за месяцы, а вот уже и полтора года почти скоро будет войны. Но, есть и та часть, которая говорит, ну, ничего не появится, ну, вот мы столкнулись вот с такой обстоятельностью, уже война идет, уже сотни тысяч гибнут, реально. И с той, и с другой стороны идет. И что теперь? И что дальше? Вот, нужно ли для того, чтобы начать то, о чем вы говорите, реализовывать план, ну, в конце концов, создавать свои уже, создать правительство в изгонии, учредить Министерство обороны, начать, значит, создавать людей, посылать, договориться с Западом о закупке оружия, Украину уговариваешь. Вот у нас есть люди, дайте им пройти на территорию Белгородской области, пустите их туда, они, значит, будут там находиться. Начать подготовку этих людей и, собственно говоря, ну, что, значит, занимать Белгородскую область и там учреждать, объявлять, что это территория свободная от режима Путина. Собирайтесь, русские люди со всей России, собирайтесь туда, если можете проникнуть. Бежать вам не куда-то в чужие пределы, а в свою родную Россию. Бегите, соединяйтесь там, мы вас будем обучать, и вы будете защищать вот этот островок, ну, для начала я имею в виду, свободный от деспотии и узурпации власти этим режимом. Вот, что бы вы сказали про оппозицию и ее споры и дискуссии о насилии, не насилии и так далее? Давайте по пункту. Давайте. По полку. Итак, полочка первая. Что касается состава вот этих вот двух формирований, русский добровольческий корпус и легион свободной России. Ну, опять-таки, я лично не знаком ни с одним, ну, кстати, там Илья Дадин, по-моему, единственный мне как-то знакомый человек относительно, который там воюет. Вот, а все остальное, ну, я знаю по прессе, я знаю этих людей, известных в биографии, известных, ну, некоторых, по крайней мере. Значит, это два разных соединения, разных по взглядам. Русский добровольческий корпус, это, там не все далеко, далеко не все, но там есть действительно люди, которых кто-то считает националистами, кто-то считает нацистами. Значит, сразу хочу сказать свое твердое убеждение. Значит, вот, если человек хочет отдать свою жизнь за свободу Украины и за свободу России, то какие вот политические и идеологические фейс-контроль в данном случае, мне кажется, представляется лицемерием. Просто лицемерием. Я знаком с, там, ну, вот, взглядом этого Капустина, значит, который в Русском добровольческом корпусе, взглядом неотвратительно. Ну, и что? Его взглядом неотвратительно. То, что я видел, то, что я читал, да, это взгляды совершенно несовместимые с моим. Но я готов помогать этим людям, готов лично помогать, если там мои какие-то возможности будут востребованы, я готов лично помогать. Ну, понимаете, это позиция Черчилля. Если Гитлер вторгнется в ад, то я готов заключить союз с сатаной. Сейчас в мою страну вторгся Путин. Я готов заключить союз с Капустиным, с любым сатаной, который борется против Путина. Точка. И в данном случае, как бы, ну, Черчилль так говорил, и я абсолютно с ним согласен. Это однозначно. То есть, никакого фейс-контроля. Если человек совершил какие-то преступления, в конце концов, это дело суда. Но никакого идеологического фейс-контроля для людей, которые хотят, готовы умирать за свободу Украины, за свободу России, быть не может. Это лицемерие. Первое. Это первая позиция. Вторая позиция. Значит, вам не нравятся эти люди. Ну, так возьмите инициативу в свои руки. Я обращаюсь к политикам. Я не политик, я журналист. Значит, давайте возьмем инициативу в свои руки и организуем туда набор людей разных взглядов. В конце концов, сделаем так, чтобы там была не две роты, а бригада. То есть, и в конечном итоге армия, несколько десятков тысяч человек, самых разных взглядов, которые будут объединены одной единственной целью. Это уничтожение путинского фашистского режима. И тут никакого политического, идеологического фейс-контроля быть не должно. Это второе. Третье. Что касается людей, которые... Я вот с одним из этих людей во вторник, видимо, буду устраивать дискуссию на своем канале. Да. Значит, да, потому что... А если не секрет, это кто? Это очень уважаемый, очень любимый мною Лев Александрович Пономарин. А, ну, конечно. Я его имел в виду, в частности, помимо. Он единственный, но и его тоже, да. Я в данном случае совершенно не иронизирую. Нет, нет, все нормально. Все нормально, да. Он защитник номер один в России. Понятно, что это человек, который безупречной репутации. Но что касается политического действия, то есть взгляды правозащитные, все здорово, все хорошо. Но политическое действие сейчас, оно безусловно... Ну, вы говорите о либералах, там, левой, правой. Ну, я, скажем так, я себя воспринимаю как такого центричного либерала. Да, понятно. Правой, не левой, я вот все-таки придерживаюсь такой жестко-центристской либеральной точки зрения. Мы с вами идеологические противники в этом вопросе, во многих других вопросах связаны с тем, что вы за смертную казнь, я категорически против. Но и по многим другим вопросам. В исключительных обстоятельствах, я об этом говорю. В исключительных обстоятельствах. Значит, здесь это, ну, сейчас вряд ли время стоит тратить на то, чтобы возражать вам. Поэтому возражать не буду, а скажу только одно. Да, мы с вами... И я уверен, что после войны мы, может быть, будем в разных политических лагерях. Вполне возможно. Но сейчас вопросов нет никаких. Сейчас говорить о том, что надо исключать вооруженную борьбу с... Вообще история человечества свидетельствует о том, что фашистские тоталитарные режимы, такие как путинский, он, они гибнут только в результате либо смерти диктатора, и, кстати говоря, эту смерть было бы здорово, значит, как-то организовывать тоже. А не ждать, когда по физиологическим причинам он, все разговоры о том, что он там скоро умрет, это полная ерунда. Он моложе меня на полтора года, и прекрасно себя чувствует. И ждать его смерти, извините, мы все помрем, пока будем ждать его смерти. Но либо это вооруженным путем, либо это тотальный физический разгром. Поэтому я думаю, что никаких разговоров о опция, значит, мирная, путем мирных каких-то акций свержения этого режима, эту остановку мы проехали очень давно. Я абсолютно убежден, что не было никаких шансов свергнуть этот режим мирным путем. ни в 2011-2012 году, ни в 2000... Вот мы собирались, я лично организовывал акции в защиту НТВ, и тогда приходило там 20-30 тысяч человек, но и тогда не было никаких шансов. Уже не было шансов. И тогда не было никаких шансов. Мирным путем этот режим не свергается. Поэтому сейчас, вот мне представляется сейчас, вот одна только надежда. Иначе, иначе на территории России будет либо продолжаться пуговик. Никто же не гарантирует, мы живем в вероятностном мире, никто не гарантирует, что после победы Украины путинский режим рухнет. Такой гарантии нет. Он может продолжиться, он может сохраниться. И тогда война не прекратится. Она будет просто вестись по линии государственной границы России 1993 года. Война будет продолжена. И путинский режим будет собирать силы и обязательно снова нападет. Не на Украину, если Украина вступит в НАТО, и за ее спиной будет стоять уже вся махина НАТО, и к тому же она будет, сама Украина к тому же времени, к тому времени ВСУ настолько заматерили, что может быть действительно уже не будет возможности против Украины что-то делать. Но тогда, значит, Путин найдет удар где-то в другом месте. Казахстан вполне возможно, еще какая-то страна. Поэтому уничтожение этого фашистского режима сейчас это просто наш долг. Поэтому я думаю, что вот именно этот путь, еще раз говорю, сейчас окно возможностей для нас. Мне представляется его пропускать, это преступление. Мы с вами, Марк Захарович, несем личную ответственность за то, что мы это окно возможностей пропустили в начале 90-х годов. Было дело. Было дело. Ну вот это нашей... Там вины нет. Я за собой вины не чувствую. Но ответственность я чувствую. Я видел, на моих глазах это окно возможностей захлопнулось. А ручки были слабенькие для того, чтобы этому помешать. Поэтому ответственность есть. Вот сейчас, второй раз, эту ответственность нести очень не хочется. Хотелось бы все-таки воспользоваться. Смотрите, Игорь Александрович, тогда такой аспект. Вот все-таки, как оппозиции сейчас себя повести? Вот это учреждение, вот то, что мы начали разговор с вами на вашем канале. Я вот был у вас недавно. Я отсылаю всех, кто хочет посмотреть к эфиру на канале Игоря Александровича Яковенко. Мы говорили о том, как добиться вот этого легитимного органа, пусть в изгнании, потому что он так может действовать, политического органа, который бы мог бы взять на себя миссию принятия вот всех тех решений, о которых вы говорите. Чтобы он был легитимный, полноценный, уважаемый, признаваемый всеми. То есть, мы говорили об инструменте выборов, так сказать. И, наверное, о каком-то, я не знаю, определении какого-то полномочия, компетенции такого, там, правительственного изгнания или кто это будет. Сейчас это очень остро актуально. В Брюсселе начинается конференция, европарламент и русская оппозиция, брюссельский диалог, вот, где будут эти все вопросы, ну, будут их касаться, будут обсуждаться, как вот сделать так. Ну, то есть, если огрубляю, нужно учредить правительство, протопарламент, все это надо выбрать. И в этом правительстве должны быть функционал, в том числе и там, связанный с обороной, вооруженными силами, своими спецслужбами, иллюстрационными комиссиями, так сказать, экономическим блоком, гуманитарной группой, которая будет заниматься реформами политическими, ну, и так далее, и так далее. Все понятно, ничего тут нового изобретать не приходится. Кстати, сказать маленькую ремарку скажу, что когда, собственно говоря, большевики захватили власть, если уж на то пошло, от эсеров, ну, правых, правда, если мы их имеем в виду, левые эсеры позже примкнули, до кадетов, все, как бы, вооруженную борьбу поддерживали. Ну, там, Савенков был сначала левым эсером, как известно, потом он был другом, товарищем главы правительства Керенского, который был трудовиком, правым эсером. И в белом движении играл заметную роль. И, ну, там была своя специфика и по отношению к армии Юга России Деникина, потом русской армии Врангеля. Понятно, там недолюбливали социалистов, но, извините, и кадеты, и остатки каких-то, там, сказать, сторонников Львова из октябристов, и много кто принимали участие на самом деле. И даже из разогнанного учредительного собрания. И там вопрос так не стоял, а можно большевикам сопротивляться вооруженным путем или нет? Вот как сделать так, чтобы в эмиграции возникл такой полномочный орган, так, чтобы к нему не было претензий, и все его признали полномочия, чтобы начать двигаться дальше? Вот вопрос, что вы думаете? Ну, здесь уже я выключаю журналиста себе, включаю социолога. Значит, эта задача, я бы сказал, социологическая. Потому что, во-первых, надо определить, кто будет организовывать выборы. Значит, понятно, что речь идет о выборах. Понятно, что для того, чтобы действительно была какая-то легитимность, надо, во-первых, понять, среди кого проводится голосование, кто обладает активной функцией голосующих, и кто обладает пассивной функцией. То есть, значит, я думаю, что в качестве той структуры, которая будет определять порядок, должна быть избрана какая-то очень авторитетная в мире, для того чтобы было признание, авторитетная в мире социологическая структура. Ну, в качестве, я не знаю, удастся ли затянуть в эту историю, там, Гэллоп Интернешнл. Ну, а почему бы и не посчитать им все это? Вот. Ну, там, понимаете, там же не только посчитать. Там нужна концептуологическая история. То есть, они что должны считать? Они должны согласиться с тем, что это правильно. Что это действительно выборы. Что это не просто электоральные мероприятия, а что это выборы. То есть, они должны согласиться с теми принципами, по которым определяется круг голосующих, и теми принципами, по которым определяется круг избираемых. И мне очевидно, что, для меня очевидно, что вот та социологическая структура, которая зарубежная, прежде всего, это безусловно, потому что она не должна вступать в конфликт интересов. Ну, конечно, да, конечно. Сами себя выбирать хватит уже. Вот у нас есть опыт при всем там уважении, значит, к тем, кто проводил выборы, значит, этого самого... Которационного совета оппозиции. Оппозиции, но, тем не менее, ну, получилось так, что люди выбирали сами себя. То есть, сами, значит, сами избирались, сами определяли, как организовывать выборы, и сами подсчитывали. Ну, это такое себе, да. Это вот в младенческом возрасте нашей этой самой оппозиции такое было возможно, но и результаты хорошо известны. Хотя они не только поэтому, не только потому, как избирались, как он избирался, но и поэтому тоже. Так вот, значит, первое. Это должна быть серьезная социологическая структура, которая возьмет на себя эти функции. И с ней надо детально обсуждать вот эти параметры. Они должны погрузиться в нашу проблему и найти вместе с нами четкое определение, кто является голосующими и кто является, каким образом выдвигаются кандидаты в эту самую структуру власти в изгнании. Это первое. Вторая серьезная проблема, которую я предвижу, она вот сейчас только что вами была обозначена, что большинство в этой самой оппозиции это вот сторонники бесконечно мною уважаемого Льва Александровича Пономарева. Это люди, которые считают, что ни в коем случае вооруженной борьбы не должно быть. И что делать, если мы же не можем их оттечить, правильно? Это будет совсем неправильно. Избирать только, так сказать, представителей своих взглядов. А здесь я думаю, что здесь должно вступить в силу то, что мы называем, во-первых, избирательная кампания, и, во-вторых, надо убеждать. Я не вижу другого способа, кроме как убеждать, убеждать, во-первых, тех людей, среди которых будут... Понимаете, это политическая борьба. И ее надо начинать сейчас. И я думаю, что мы в состоянии будем убедить и наших потенциальных избирателей. Ну, я-то избираться не собираюсь. Я говорю, наших, потому что я, что называется, в одном окопе нахожусь информационной войны. Избираться я, конечно, не собираюсь. Ни в какое, значит, ни в какое правительство в узнании. Но вот убеждать людей, что бессмысленно в очередной раз пытаться мирным путем, это все весит фашистский режим, свергать. Я думаю, что мы в состоянии. И надо убедить. И тогда в результате будет создано вот это вот правительство в узнании. И я думаю, дальше следующий этап это создание структуры, которая будет заниматься вытягиванием из российского и эмигрантского сообщества, и из самой России, людей, умеющих воевать и готовых воевать против путинского режима. И потенциал у этого движения, мне кажется, очень большой. Я думаю, что это может быть действительно цель создания русской добровольной, там, российской добровольческой армии, нацеленной на свержение режима. Я думаю, что, опять-таки, да, это все не бесспорно, это все имеет, подчеркиваю, нам надо втиснуться в это сравнительно узкое окошко возможностей, но я думаю, что шансы для этого есть. И это исторический шанс сделать так, чтобы Россия перестала представлять опасность для всего мира. И еще очень важная вещь. Я думаю, что нам надо убедить, а это еще более тяжелая история, убедить наших коллег в том, что Россия, прежде всего, должна перестать быть империей. А это значит, что Россия не может существовать в этих границах. Это значит, что надо перестать разговаривать о том, что надо любой ценой сохранить целостность России. Вот целостность России, территориальная целостность России, мне кажется, это вещь, которая очень сильно сегодня, как ценность, она в данном случае является устаревшей. И от этой идеи, что надо любой ценой сохранить территориальную целостность России, надо отказаться. Надо исходить из того, что мы должны дать возможность народам России самоопределиться и создавать самостоятельные государства. Тем, кто хочет, естественно. Тем, кто готов жить отдельно от России. А я на 100% уверен, что это будут народы Кавказа. Это 100%. Я в этом абсолютно не уверен. Скорее всего, Татарстан, возможно, целый ряд других территорий. Вот вооруженная борьба с фашизмом раз. И очень важная вещь – это не цепляться за территориальную целостность. Распад империи – это благо, а не кошмар. А многие воспринимают это как кошмар.